МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В прямом эфире специальный выпуск программы Республика в студии Татьяна Трофимова о главных новостях в Чувашии прямо сейчас. Сегодня в Чувашии зарегистрированы два новых случая заражения ковид-19. В общей сложности в регионе выявлены 19 заболевших коронавирусом. Один выздоровел. Сегодня наличие вируса подтвердилось у одного контактного лица город Чебоксары и одного приезжего из Москвы, Комсомольский район. Оба пациента были госпитализированы еще до официального подтверждения Нижегородской лаборатории, так как первичный анализ показал сомнительный результат. Сейчас пациенты находятся в инфекционном стационаре. Состояние удовлетворительное. Все близкие контакты, вновь выявленных зараженных, отработаны. Они находятся на изоляции. Меры поддержки бизнеса в Чувашии обозначат в отдельном указе. Об этом сегодня временно исполняющий обязанности главы региона Олег Николаев сообщил на заседании Кабинета министров. Я уже дал соответствующее поручение подготовить соответствующий указ главы Чувашской республики о мерах поддержки бизнеса, прежде всего малого и среднего, где предлагаю как раз озвучить те направления, которые мы будем реализовать конкретно. На прошлой неделе был утвержден комплексный план по обеспечению устойчивости экономики и социальной стабильности. Но указом предлагаю уже закрепить конкретные меры, которые мы будем реализовывать с вами в ближайшее время в виде конкретных уже нормативных актов в Чувашской республике и закреплять конкретные меры поддержки, в том числе в части налогообложения. На вопросы предпринимателей Олег Николаев ответит и в прямом эфире национального телевидения Чувашии. Трансляция начнется завтра в 16 часов. Посмотреть ее можно и в группе ВКонтакте «Чувашия без паники». Там же сейчас собирают и обрабатывают вопросы. Вот уже третий день все школьники учатся дистанционно. Соответственно, те, кому положено бесплатное питание, его не получают. Чтобы исправить ситуацию, их родителям начали выдавать продуктовые наборы. Здравствуйте. Здравствуйте. У нас фамилия Степанова. Прийти вы. Прийти вы. Сейчас вы распишитесь. Получите, распишитесь. Оксана Степанова получает набор продуктов для двоих детей. Артем и Карина учатся во второй столичной школе. Хотелось бы выразить благодарность за то, что нас не забывают даже в такое вот время. В этом наборе находятся очень необходимые продукты, такие как макароны, сахар, рис, масло подсолнечное и сладости для деток. Это получается для одного ребенка. У меня двое, да. На второго я еще не получила, а на дочку уже получила. Очень хороший набор, очень рады. Во второй школе сейчас раздают 111 продуктовых наборов. Их шесть видов в зависимости от категории льготников. Всего из городского бюджета на эти цели предусмотрено еженедельно более миллиона рублей. В такой жизненной ситуации у нас находится около 5000 детей по городу Чебоксары. Это дети с ограниченными возможностями здоровья, дети из малоимущих семей. И для того, чтобы их права были защищены и они были наделены продуктовыми наборами, еженедельно, посреди мы будем выделять продуктовые наборы. Один продуктовый набор рассчитан на пять дней. Формируют их комбинаты школьного питания. Состав набора может измениться. Уже на следующей неделе планируют добавить сладкие продукты. Такие наборы будут выдавать каждую неделю на протяжении всего срока дистанционного обучения. В отделе социальной защиты населения уверяют, если сроки поддержки истекают, волноваться не стоит. Они автоматически продлеваются до 1 октября. Если же вам необходимо первично подать документы, сделать это можно дистанционно. То есть через портал госуслуг можно отправить заявления и документы, либо же через почтовое отделение, либо на электронный адрес отдела социальной защиты населения, которые можно найти на портале Минтруда, либо на соцпортале, либо казенного учреждения. Юлия Важенина, Игорь Зверев, Республика. Социальная поддержка специалистов на селе увеличится почти на 12%. Сегодня Кабинет министров принял проект закона об индексации их расходов на оплату ЖКХ. Размер компенсации сельским специалистам составит 1181 рубль в месяц. На сегодняшний день получателями данной меры поддержки у нас являются 15 182 сельских специалиста. Средства на выплату этой компенсации в республиканском бюджете Чувашской республики предусмотрены. Общий их объем составляет 208 миллионов рублей. Поддержку на оплату коммунальных расходов получат врачи, медсестры, учителя, ветеринары, работники культуры, образования и социальных служб, которые живут и трудятся в сельской местности. Кроме того, увеличенный размер компенсации на продовольственные товары детям тех, кто пострадал от чернобыльской катастрофы. Следующий специальный выпуск программы «Республика» в 15.00. До встречи.